Вот смотрю, вот про войну смотрю в телевизоре, я не хочу смотреть. А сначала ничего, а сейчас не могу переносить. Аккуратно и бережно именно так Анна Федоровна хранит свои воспоминания о Великой Отечественной войне. С годами они приобрели осязаемую форму и превратились в награды, вырезки из газет и многочисленные фотографии. В списке особенно близких к сердцу семейных реликвий книга, на страницах которой запечатлена память о былых подвигах и фотография с подругой по оружию. Мне фронтовые, самое главное, погорили на Сахалине, документы, медальончик этот дорогой для меня очень был. И я там фотографировала на этом, ну в форме, все. А здесь вот только я оделась, ну нам там сделали платье гражданское, мы так обрадовались с подружкой. Долгие семь месяцев оккупации невозможно вспоминать без слез. Первые дни войны Анна Федоровна встретила в Ростове-на-Дону, будучи совсем юной девушкой. В эвакуационные списки не попало, пришлось жить бок о бок с немцами. Сверетствующий враг, голод, изнурительный труд. Как бы не было трудно, силы находились всегда, настолько неутомимым было желание жить. До сих пор свежи в памяти момент освобождения, радостные лица, советские солдаты и рафинад. В тот день без угощения не остался никто. После девушку и ее товарищей попросят разгрузить прибывшие вагоны с продовольствием. С того самого момента Анна Федоровна станет полноправным работником фронтового продовольственного склада. И практически сразу будет ранена. Когда мы ехали на машине, мост взорвали, и машины очень много погибли. Нашу машину перевертывала три раза, это я хорошо запомнила цвет на бельку. И потом выбросила в море. И я стала захлебываться и соскочила, быстренько выскочила, уже вот так вот была здесь где-то. Даже не почувствовала ранения позвоночник. Очень серьезное ранение было, коленка и позвоночник, открытое ранение. Анну Федоровну спасло лишь чудо. Очнувшись среди погибших товарищей, девушка не сразу поняла, где находится. Шевеления в огромной груди трупов заметили солдаты и сразу же перенесли Анну в санитарную палатку. Позже врачам придется лишь недоумевать, ведь с подобными ранениями возможен лишь летальный исход. Тем не менее, девушка выжила и долгожданную победу встречала уже в родном городе. Настолько было радости, я вам не могу передать. Очень рада была. Радости много. Правда, мы на площади были. Кто плакал, кто волосы рвал. У меня сестра волосы рвала, потому что у меня и муж без вести пропал. Воинский путь запомнился Анне Федоровне не только потерями. Самое грандиозное событие в жизни произошло именно там, на поле боя, где сам маршал Жуков пожал руку юной героине и поблагодарил за доблесть. Сегодня события и встреч минувших лет лишь в памяти, а рядом с Анной Федоровной находятся те, кто поистине важен, родные и любимые. Гулял Хасова, Никоновак, Николай Шумков, Заптово.